Индигирка Это звучное, прекрасное название вызывает представление о чем-то стихийном и стремительном, далеком и таинственном. В легендарной Аллаихе, в Индигирской тундре, родился необычайно талантливый человек, вдохновленный родными просторами Максим Ильич Дудкин, который представляет свою жизнь только в ритме оленьего бега. Я родился в 1968 году, весной, во время, когда телились оленята. Телились оленята, как раз отел проходил в наших оленеводческих бригадах в Венском селе Айотунг. Это старинное село, где проживали бок о бок. Основные жители это были Эвены, Юкагиры, Чукчи. Место, где традиционно, компактно жили коренные малочисленные народы севера Аллаиховского лугуса. Это в Венское село Айотунг. Я там родился. Вся моя родина – это моя родная тундра. Потому что с рождения я уже начал расти, воспитываться в просторах тундры. Когда я родился, отец мой, Дудкин Илья Иванович, работал. Он вообще-то, у него профессия – военный родист. Работал в почтовой службе. В населенных пунктах нашего, да, Берелях, Баягныр, Русской Устье, Айотунг, Катенко. И после моего рождения родители решили выехать в стадо, потому что ему дали ответственную работу в развитии оленеводства, в становлении оленеводства в Аллаиховском лугусе. Урод, откуда я произошел, урод Дудки. Это даже по рассказам местных жителей села Айотунга существует легенда. Умчеген называется. И этот род, ну, в ней легенда о лебедях, которые прилетели с полудельного солнца, со стороны солнца прилетели. И, как бы, наша тотемная птица – это лебедь. Дудкины были все оленеводами. Род мой очень большой. У них была своя территория. На территории, где кочевали, вели кочевой образ жизни. И оттуда, к повалению судьбы, отца моего и мать направили в оленеводство. И с тех пор, с моего рождения, уже началась совсем моя кочевая жизнь. Потому что я считаю, не одно место, где я родился, да, местом рождения, а всю территорию, где мы кочевали, бескрайней тундры. Это низовьях, верховьях реки Индегирки. Эвенское песнопение «Гулун Тоган» – «Ачак мой». Здесь исполняется бережное отношение к очагу, уважительное, да, духу огня. Эвенское песнопение. «Гулун Тоган» 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 сыновей Максим, потом идет брат Василий, и самая младшая у меня Клара. Я сейчас один. Вот то, что сейчас в детстве, что впитала с молоком матери, и рассказы наших стариков, бабушек, дедушек, вот это мне сейчас в моей работе очень помогает. Помогает выжить в этой очень тяжелой для нас всех северян погодно-климатических условиях. Потому что жизнь меняется, жизнь развивается, а все равно условия существования в наших местах – это очень тяжелое. Все-таки выживает только тот, который знает условия жизни, быт, традиции своих предков. Вот это все взаимосвязано. Эвенское песнопение, посвященное нашему светилу солнца. Солнце, оно точно так же и как наш домашний очаг, согревает, защищает, потому что мы радуемся, когда солнце встает, восходит, и мы преклоняемся и говорим теплые сердечные слова. Здороваемся с солнцем, с светилом нашим. И у нас есть, посвященное к нашему светилу, наш обрядовый праздник, праздник святения, праздник встречи солнца. НОЛТАНКАНГЭТ ОРУНЧЮН СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С рождения я слышал и рассказы моих бабушек, да, легенды, предания, обряды, обычаи. Это как бы традиционный уклад семьи было, да. И самым главным у нас была бабушка, да, хозяйка нашего семейства. И все мы слушали ее, выполняли те поручения, которые давала бабушка нам всем, да. И мы, как малые дети, действительно, детство – это самое счастливое мое время. Потому что по времени года, в течение года, ты кочуешь по всей тундре, и на твоих глазах тундра меняется. И это очень красиво, во-первых. Да, и все наши обряды, все традиции связаны с природой, да. И действительно, и зимний период, и летний период, и весенний, и осенний, и ранняя весна, и ранняя осень, и поздняя осень, и ранняя весна. У каждого сезона времени года, да, свои традиции, свои, в каждом сезоне свои обряды, в каждом сезоне и этническое питание малочисленных народов, особенности, да. И в каждом сезоне мы, как бы, вот так и жили в круговерте природы. Эвенское песнопение «Инди ике» – песня мастерицы. Когда она выделывает сухожилия для того, чтобы готовить, для того, чтобы шить теплую кухлянку или теплую шапку, или теплые рукавицы, и чтобы эта одежда оберегала холод, защищала от холода, чтобы защищала от ненастей, и приносила удачу в охоте, в работе, для защиты от волков. ИНДИ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! И они меня поддерживают, и я их поддержкой исполняю их надежды, отчаяния. И, конечно, очень хотел бы поблагодарить всех тех, которые меня и поддерживают, которые были на моем жизненном пути. Я их всех благодарю. Как вдохновенно поет уникальный носитель овенского языка, прекрасный певец и видный организатор, мастер слова, тонкий и глубокий импровизатор Максим Дудкин, Жизнь овенов – это ритмы оленево бега, это стремление к будущему. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!